всем привет где-то под видосиком меня попросили реализовать сохранение по check point скажем дошел до определенного места погиб перезагрузился в определенном месте указано да то есть как такое реализовать именно указанное место конечно это сложно это надо учить карту если определенное место допустим как в некоторых играх годборн или там что dark souls возле костра так и сделаем то есть я покажу как это сделать вот у нас персонажик то соответственно нам нужно пройти какую-то опасную территорию но у нас здесь есть сохранение если конечно поставить так давайте создадим папочку нас чек сэйф ой назовем и для этого мы создадим blueprint класс типа actor зовем чекпоинт и сюда допустим поместим какой-нибудь предмет тот же самый костер где-то они у меня завалялись так вот к ферр небольшой костер давайте установим его сюда здесь без огня можете здесь настроить огонь и звук и так далее то есть уже на ваше усмотрение конечно sound артику с системой не агару но это уже не важно давайте также настроим сюда бокс коллизию как раз таки по которым мы будем делать определенные действия то есть если мы подойдем к этому костру в определенной размере до данный бокс коллизии мы сохранимся так вот это бокс коллизия который мы будем сохраняться сразу сделаем event begin overlap данной коллизии чтобы при вхождении в нее мы выполняли действие сразу быстренько сразу быстренько equal равно равно и написал далее нажал branch вытащили branch у нас распределение да или нет как говорится да отсюда мы вытаскиваем get player character то есть мы сравниваем пошел actor get player character если да то мы выполняем действие да так так что нам необходимо давайте сначала создадим само сохранение пока мы это не закрываем а сворачиваем так где у нас чек save point это у нас сама . и сюда же давайте сахар сделаем сохранение называем blueprint класс и здесь в классе с мы пишем сельгейм написал сейфы сельгейм мы называем также сельгейм ничего не будем придумывать так внутри нам нужно прописать переменные которые мы будем сохранять давайте сделаем как минимум давайте три или четыре перемены первое это будет у нас transform она у нас будет считывать локацию поворот в какую необходимую сторону это у нас локация персонажа так скажем нахождение персонажа и шинтуре вторая сразу переименована так rotation м в р то есть поворот камеры персонажа куда персонаж был повернут камерой туда она и будет поворачиваться тип мы выбираем rotate так следующее так как у персонажа у нас имеется здоровье если мы запустим здоровье сверху да справа вы видите стопроцентно также у меня здесь есть вид допустим оружие да у персонажа это вы тоже должны запоминать я вот сейчас его переключаюсь допустим ножик или же пистолет здесь у меня все прописано хп это у нас здоровье персонаж guns это у меня переменная integer хп у нас float хп у нас 100 уравняется да то есть и ган равняется единице единица это у нас ножик допустим двоечка это пистолет но это у меня здесь персонажа то есть вы запомните да guns integer хп это float то есть мы с эфгейм должны подать такие же типы переменных это float это у нас хп будет персонажа и далее у нас integer это у нас допустим я буду запоминать какое оружие стоит так что у нас почему-то с ругался все нормально оказывается так все мы создали четыре переменных которые мы будем сохранять так теперь заходим в чекпоинт вот здесь мы будем как раз таки выбирать и сохранять те переменные которые нам нужны так как мы и зашли в эту бокс коллизию до нашей точки то есть подтверждение на true мы делаем создаем само сохранение давайте просто сейф и да здесь вот у нас много есть что есть крейт сергейм вот его как раз таки мы и выберем далее мы выберем класс нашего сейф гейма у нас так и называется сейф гейм давайте переименуем потому что что-то здесь ну вот в анреле есть конечно такая официальная точечка давайте его переименуем так назовем его сейф гейм сейф сг чтобы мы не перепутали ничего здесь мы выберем то надо нашу которую мы как раз таки сделали теперь из этой штуковины мы должны вытащить наши переменные которым мы внутри там создали это location get location player точнее здесь set location player мы записываем подключаем да питание образно питание давайте это как-нибудь выведем красиво далее мы set rotation cam player то же самое питание подключаем пока мы вводим только перемен выводим переменные для того чтобы в дальнейшем мы уже подключали их далее мы выведем set хп это мы выводим не из персонажа из сэйф гейм вот вот эти перемены и далее мы выводим так и сэр почему сэр ганс затем и сэр ганс то есть мы здесь запомним наши переменные так для того чтобы запомнить где находится персонаж нам нужно вызвать такую ноду как из player character это прям прямая ссылка на персонажа то есть неважно какого и просто в игре давайте из него get actor и get actor transform есть rotation есть location да это все отдельно а трансформ это вот эти две одинаково то есть совместно если мы его здесь раскроем список сплитч тропин ведь его кейшн протейшн и скилл нам это ничего не надо все скрою нам нужно только лишь трансформ полностью запомнить и скилл лакейшн где находится а куда поворот куда повернут персонаж и его получается размер вдруг вы как-то увеличили персонажа там единицу поставили а два или 10 соответственно он все это запомнит далее потому чтобы запомнить куда повернута камера мы также get player control не get player character а контроллер контроллера у нас будет как разки считывать куда у нас мышка повернута из него мы вытаскиваем get control ротейшн все это подключаем все мы запомнили куда у нас повернута камера для того чтобы прописать значение которую же уже персонажи и должны вызвать из get player character я просто скопируем вызвать каст допустим на нашего персонажа да видите для того чтобы не подключать его вот сюда мы просто сделаем на стрелочке правой клавишей и конверт пир каст то есть не подключая в цепочку питания мы будем выбирать отсюда значение наше значение за здоровье это хп гэд хп то есть мы не записываем сюда наше здоровье ну и здесь мы тоже самое вытаскиваем чудо гэд ганс называется персонажа ганс его как раз таки тоже записываю все вместе и теперь сохраняем теперь нашего персонажа то есть нашей игре есть меня да вот у меня игра останавливается на паузу и появляется меню есть сохранение загрузка настройки и выход из меня выход из игры как меня здесь на кнопочку загрузить игру мы будем загружать то место где куда нам необходимо данном случае у меня укороченной версии я сделаю так так чек наш чекпоинт давайте выставим мы его выставили то есть при заходе в эту область мы начнем сохраняться так давайте найдем виджет который у нас отвечает за меню так где он находится так вот меню вот она наше меню давайте вытащим на нашу кнопочку действия он кликет так это у нас штука просто закрывает менюшечку на кнопки сохранить я сделал просто чтобы закрывать я так теперь на кнопочки сохранить игру мы будем прописывать для начала нам необходимо запросить если сохранение у нас does save game exit в данном случае кроме того что да мы здесь а создали извините я еще забыл здесь нам надо добавить save games вот это должны тоже подключить его сюда то есть мы создали но не записали на сохранение и далее мы должны подать имя слота в котором мы будем сохранять допустим это будет единица можете что-то другое описать но это для того чтобы быстро загрузится у нас будет какое-то значение если у вас несколько слотов в игре то вы прописываете куда сохранять именно здесь так мы сохранили в слот номер единица также мы будем здесь проверять если в слоте номер единица какое-то сохранение давайте branch если да то есть если результат говорит да если да то мы делаем вот save games вот загружаем единицу мы именно загружаем единицу которым мы проверяли если же нет мы допустим или за пункт вывода и назначаем какой-то вагон начинаем сначала уровень или игру давайте сразу пропишем чтобы не было никаких проблем так уровень у нас от person example map у нас находится maps здесь мы так и напишем сюда теперь сохраним после слова после ноды save game ловки и в общем подаем на каст нашего сэйви гейм сэйви гейм сг и после этого мы получается вытаскиваем наши наши переменные вот эти для того чтобы уже загрузить их пишем get и шимплэйер далее от ищен к н плеер так вот растягиваем дальше г.п. далее г.п. и так далее если у вас там куча каких-то значений сохранения после этого мы должны уже из персонажа и его значение так скажем вытаскивать куда мы должны запустить вот эти уже готовые сохранения так вызовем наш из него мы вытаскиваем set actor transform то есть мы там вытаскивали get actor transform а здесь set actor transform и соответственно мы их будем подавать подавать это первое далее get player controller из него мы вытаскиваем set control rotation тоже записываем rotation подали далее из также копируем get player character из него также вытаскиваем каст а нашего персонажа также на правый клавиш на стрелочке правой клавишей convert hypercast то есть мы не подключаем его хотя можно подключить это неважно из него мы вытаскиваем сет хп то есть мы подаем уже значение жизни оставляем более ровнее и подаем значение и отсюда же также мы вытаскиваем мы уже не повторяем просто и уже отсюда вытаскиваем все значения которые были в персонажа я забыл выключить но не важно там скорее всего особо много не повелось теперь по сути мы уже все прописали давайте сохраним проверим так и а кстати нам надо все то есть продолжить игру закрыть наш виджет менюшечки то есть мы нажмем на кнопку загрузить мы только загрузимся не скроем наш это менюшку здесь я создал каста момент который у нас закрывает меню у меня называется скайер скрыть и важно у вас ее не будет если короче то она у вас может вот так выглядеть может по-другому это я не знаю в данном моем меню 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 так все мы по сути сохранили точнее сделали загрузку сделали сохранение и теперь мы должны проверить как это работает если загрузка у нас меню происходит игры происходит здесь допустим у нас хп до 50 процентов наши сейчас слоте допустим оружие у нас пистолет находится подходим к сохранению мы сохранились нигде не отобразилось потому что я ничего не делал ну все мы идем где-то да мы погибли все хп 0 для того чтобы загрузиться допустим нажимаем меню загрузить и мы загрузились жизни у нас 50 из пистолета если мы сейчас допустим поставим ножик и хп у нас будет 75 мы подошли к местным сохранились допустим и решили дальше не проходить потому что бесполезно мы загружаем заново и все у нас ножик и 75 хп вот на этом я думаю все прекрасно разъяснил так что друзья подписываемся ставим лайки до скорой встречи пока 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 пока